Опаньки, а что у нас тут такое? Чья это бронзовая рожа? Кирпич приехал. С собственной персоной и что он может нам сказать о городе Москва? Можно всякое. Не верите ему, он нанял актера вместо на роль кирпича, то есть он подошел там так и так, я обошляю, скажу, что кирпич приехал. На самом деле мы сейчас находимся в городе Герои, там каком-нибудь... А ты, кстати, из какого города? Ковылкино. Как? А, Ковылкино? Ну, а какой районный центр там? Ну, какой областной, вернее. Вот он и есть областный центр, Саранск. Нет, областной в смысле, Мордовия, Саранск, короче говоря. Ясно. Вот мы в Ковылкино и сидим, на самом деле. Никуда кирпич не ездил. Так, ну а это тут какая-то татарская рожа. Весьма конкретная, а не такая. И зато помаши людям. Кому? Не важно, всем людям помаши. Все увидят. Понимаешь, интернет там миллионы, миллиардов, 7 миллиардов увидят тебя. Всем привет. Всем привет. Вита, как надо передать привет 7 миллиардам людей? Я не буду это показывать. Там, видимо, надо одежду с тебя сдергивать, ладно. Мне могут не понять. Ладно, хватит. Сум тебе не мешал? Ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть? На самом деле особо не шумно, не слышно оттуда дороги. Это так кажется. А кофе сюда выходить? Да, сюда. Хорошо тебе. Да. А что, сейчас там не живешь? Не, ну это же съемная хата. Здравствуйте, мне 35 лет и я пью пиво на лавочке, да? Да. Вместе с кирпичом. А мне не 35, поэтому мне не стыдно. А, тебе не стыдно? Ты еще шкалопят. Да. Да, еще много. Я еще могу себе позволить такое. Ну что, Андрей, тезка моя дорогая, ну давай рассказывай что-нибудь. Ну, что, посади у тебя трех. Рассказывай. Я должен рассказывать. Да, 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 теперь все. Ну, в общем, что, сидим, пьем пиво. Всем привет. Очень. Вот. Москва-река на заднем фоне. Призываю всех снимать уже видео. Увеличим количество подписчиков на ютубе до 60 там, скольки там. Трем. Ну вот, взвейся, развейся. На самом деле, не верите, я заплатил актерам, чтобы они предстались по футу и за топом и все дела. То есть, я вас обманывал. Кирпич все двигает свою тему. Да, да, да. Теория заговора. Иллюминаты. Все везде. Это специально для Ромарьо, чтобы это, то есть, он все видел, как все в Рашке плохо. Да, кстати, вот для Ромарьо снимем. А я за хипротоком. Снимем. Тут везде все. Разруха полная просто. Везде разруха. Везде. Вообще, сегодня Россия рушится особенно сильно. Особенно Москва. Ну, отсюда, кстати, ни хрена вообще не видно. Лес и лес. Сидим тут где-то в Бутово. Не, вот тут он даже чуть-чуть. Бутово – это Москва. Не, на самом деле, это не Бутово. На самом деле, это… А что ему делать? Там пролетарская, здесь Таганская. Ну смотри. Плохо, что это самое, что эти… Блин, у меня как-то мутно. Пацаны сидят нечеткие. Плохо говорю, что снимаемые, как только их снимаешь, начинают. И они рассказывали интересно про Metal Gear, а тут они сразу смотрят на тебя и говорят… Ну что, и улыбаются там, типа… И вообще… Все уже, да… Привет, там… Передаю привет. У кирпича такой, кстати, профиль. Ну-ка посмотри туда. Цезарь вылитый. А вы, Цезарь, а вы я. А ну спокойно есть. Да. Тихий алкоголизм семейный. Тихий алкоголизм. А заставь его побриться. Хочется посмотреть вообще на это самое… на лицо. А так не видно? конечно нет это арамисовская бороденка хочу мне завидовать я хотя на самом деле я вот с детства грубо говоря с детства с детства с бородой но с такой мелкой вот с этой потому что у меня вечно была проблема это самое ну выглядел очень молодо вот из 23 25 и кофе бы меня страну всерьез никто не воспринимает лицо пипец ну я немножко монголоид чуть-чуть тоже татарские татарские след оставили и замцы виноваты ну да опталась вот и я все время бороденка то отращиваю вот сейчас тоже не отращиваю сейчас уже тоже наоборот просто дань дань детства я как-то стараюсь обычно принципы обстоятельства то есть я с утра ухожу сейчас как приехал я прихожу то есть 12 я читал кстати про бородатых людей это значит что человеку есть что скрывать но именно психологический тип то есть он скрытный человек он скрывает свои ну и в этом мой мой случай да не факт не факт хорошая борода тоже ухода требует причем не большая борода да это не от лени а маленькая а вот как у меня какая интересная то есть я вот не знаю там раньше в игры играл японский там чуть на японском кто-то хуйню пишет вообще без разницы какой там сюжет ну не скажу нельзя гайдом там я по-японски я тоже нет а сейчас понимаешь в те времена не понимал сейчас понимаешь а как это китайский театр там Шинема хуйня. Вообще хуйня, блин. Выучил японский, помимо английского. Давай открывашку. А-а, окей. Да, я рассказываю, я всё на камеру там... Теперь он может на камеру, он привык. Я привык, я привык. И, блин, а знаешь, им нельзя было. То есть вот, знаешь, и хочется, и колется, и мамку не велит, блин. Вот это вот всё. То есть у них не было, ну, как я считаю, у них не было детства. Ну, так тяжело вообще вот так вот делать. И как они просто... Как ты объяснишь ребёнку, вот, нет, ты с ними не играй, а вот... И что, почему не играй? Вот Аллах мне велик, ну, ничего. Кто это? Кто это вообще вот так, да? У меня просто... Нет, ну, я не знаю, вот. Ну, у меня тоже друг есть вот, ну, мусульманин. Марлен, татарин. Вот. Вот. Аязыч. Нет. Нет. Аязыч. Нет. Марлен и Аязыч не надо сравнить. Аязыч больной на всю голову. Аязыч нормальный? Нет. Он, знаешь, когда культуру несёт, тогда он нормальный человек. Нет. Да, вот, 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 вот. Но... Да. Но... Вот смотри, было тоже сколько раз, то есть, Марлен, ну, тоже работает вот со своими братьями, поверит там, грубо говоря. А с Марленом можно было и водочки поесть, там, и шашлык, и всё. Вот. И вот он рассказывает разок. То есть, я, говорит, работаю тут тоже. Я, говорит, сижу котлету, крыльцину и ем. И тут, я, говорит, один, говорит, из моих соратников предъявляет, ну, вот, мол, ты, блядь, веру не блядёшь, да, свинину ешь. Ну, а Марлен, он на язык, он подвешенный, короче, тип такой, он. Слушай, говорит, брат, мы, говорит, с тобой вчера, говорит, в Казани, говорит, в клуб ходили. Ходили? Да. Ты, говорит, водку там пил? Пил. К девушке приставал, а ты не знаешь, она замужем или нет. То есть, по Корану, говорит, это нельзя, нельзя. Вот. И ты, говорит, мне сейчас, говорит, предъявляешь за то, что я свинину ем. Вот. То есть, он его тоже вот так вот грамотно так, ну, осадил. Нет, какой-то у них под крышей ночью, Аллах не видит, всё, да, Аллах не видит. Нет, я тоже знаю всё. Ну, а чё, тоже не видит. Ну, а чё, да, тоже не видит. А чё, в армии тогда мне посылку прислали, сало, самогонку. Ну, самое важное. Ну, нет, ну, естественно, там. То есть, это позволили в посылке отправить, что ли? Это не суть. Это можно, если знаешь, как отправлять. Солдату можно. Нет, как отправлять. Вот всё равно. А это знаешь, когда в рот суют, то ещё есть такая тема. Да, 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 да. А ещё и варенье из-за дуванчиков. Варенье из-за дуванчиков, да. Вино есть ещё из-за дуванчиков. Вино не просто рассказывается. Рэй Брэдбери, да. А кто такой Рэдбери? А, да. Писатель фантаст. Подожди, это Война миров, которые написал? Да, да, да. Это Гэр Брэдбери. А, точно, точно. Рэй Брэдбери очень много чего написал. А ты сможешь... Вит, а нравится, да. А ты сможешь с одного раза дуванчик сдуть? Чего-чего? С дуванчика все вот эти хуёвины белые сможешь с одного раза сдуть? Сможешь, сможешь, слабо-слабо. Сможешь, слабо-слабо. Сможешь, слабо-слабо. Давайте поможем Даше дуванчику. Дуванчик, дуванчик, дуванчик. Дуванчик, дуванчик. Нет, не получилось. Получилось? Дуванчик, дуванчик. Ты что с тобой потребила церковь? Ваше он жёсткий, на. Ты сама дуван. Ладно, хорош. Короче, там церковь, кто-то туда ходил спасать, и что-то с ним случилось. А я плотность обернулась против меня, со мной. Он вообще охотчательно наёбнулся. В рейд. Пошлите гулять. Пошлите гулять. Пошлите гулять. Ну, пошлите. Пошлите гулять. Чего так Мафуту снимаю? А почему он ебанулся? Ха-ха-ха-ха. Так, ладно. Сейчас я пойду, тогда ещё посмотрю клубы. А ты пойдёшь ещё? Ну, иди тогда. Ты тоже тогда сходи, если надо. Нет? Да я уже сходил. Мы сейчас Макдональдс будем искать. Я вот лично ходил недалеко, я вот за этот дом ходил, вот за этот и за тот. Мафута обоссал центр Москвы. Мы все втроем обоссали центр Москвы. Ни хрена не видно. А вот, что подпечатка. Почему ничего не видно? Я вот вас хорошо вижу, а в камере ни хрена. Покажи, как надо, чтобы видно было. Последний включитель. Вообще, идеально все видно. Ты даже в телефон не помещаешься. Ну, я рожден в крестьянской семье. Все, видишь, все, как это классно. Да, видно хорошо. Это вам понятно, это вам не считают. Очень непалено. Для его возраста. Много друзей. И что я могу сказать? Люди сходят с ума. Потому что у них нет цели в жизни. Вот, и есть для мужчин. А цель в жизни какая может быть? Ну, там, понятно, на работе, там, как-то совершить какие-то свершения, все дела, самореализоваться в этом. Это касается мужчин в первую очередь. Для женщин главная цель, она заложена обществом, во-первых, и природой в частности. Это, конечно, рождение какого-нибудь там спиногрыза. Вот, и, к сожалению, если нету детей, то женщина просто сходит с ума. Ну, как, не явно, конечно, но она просто кидается в какие-то там крайности, по каким-то там вещам. Кто-то в работу убегает там со страшной силы, бьется об башкой бетон, там, не знаю, белый воротничок, там хуярит, как, блядь, папа Карло сминает всех мужиков. Нет, ты сейчас говоришь, знаешь, о ком, ты вот сейчас вот тип баб описываешь, который... Разные, разные варианты. Вот этот тип баб, на самом деле, у них никуда мужиков-то и нет. Сублимация, конечно, происходит. Сублимация, конечно, происходит. Да, сублимация-то происходит. Ты сам, не знаю, что ты делаешь. Эээ, ладно, у меня еще одна кума есть. Я, можно сказать, почерпить, крестный отец в районах. Ха-ха-ха-ха. Как сказано... Кирпич, как ты думаешь, что необходимо Москве, чтобы стать столицей? А, поэтому ты не знаешь? Да. Чего? Ха-ха-ха. Ну, это такой вопрос с подвохом. Кирпич, ну, ты можешь ответить на вопрос? Как ты считаешь, вообще оправданно Москва занимает место столице Российской Федерации? Нет. Верните исконные земли и не азератюште. Какие? Исконные земли кому вернуть? То есть, вся Россия, это Мордовия. Мордовия, там, все дела. Ладно, я... Вся Россия, это Мордовия, правильно? Да, ладно, я смеюсь, короче. Я сейчас думаю, как мне, короче, попасть... Домой. Домой. То есть, трубку не берут, ладно, сейчас, короче, номер какой-нибудь найду в гостинице. В смысле номер в гостинице? А в Новокосино что? А в Новокосино уже трубку не берут. В смысле трубку не берут? Как это так? А вот так вот. Это не суть, короче, пусть я переночую.